Привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Артур и Джек Шепард. Здоровайся. Всем привет. Мы уже тут бегаем по этой карте. Мы не около старого собора, где прекратили предыдущую серию. По этой карте мы бегаем часа два просто так для развлекухи и решили записать помаленьку то, что тут происходит. Мы сейчас направляемся к чертовому замку, который находится где-то вон там наверху. Ну и в принципе пойдем. Пойдем посмотрим. Говорят, что этот чертов замок достаточно такой напряженный. У нас неплохое обмундирование. Конечно, Шепард у нас уставший, а я еще больше уставший, чем он. А я еще, между прочим, судя по чату и какашка. Не знаю, кстати, как вы видите, у меня маленько перекошенный интерфейс. Это из-за того, что я убавил его размеры, потому что тупо мне не нужен этот чат вообще. Я бы его с удовольствием отключил. Короче говоря, вот такие дела. Это первая серия, отснятая с новым патчем. Как он? 1.5.8 называется? 1.5.8. 1.5.8, да. Короче, там еще тут, по-моему, убавился такой параметр, вернее исчез такой параметр, как человечность и бандитские скины. Теперь не определишь по внешнему виду игрока, какие у него намерения. Так что нужно быть всегда осторожным, потому что все сейчас выглядят одинаково. И кроме того, вот эта вот колбочка, вот эта, которую вы видите в правом углу, она теперь начала работать. Теперь показывает температуру. Вон там, вон дебаг монитор, как видите, там темп вал, то есть temperature value. Она у меня 53 почему-то. Ну, короче говоря, если идет дождь, она почему-то постоянно убавляется. Короче говоря, под дождь попадешь или на земле лежишь и можно замерзнуть, заболеть, похоже, что ли. Ну, пока что, говорят, не до конца, до пилили еще. В последующих обновлениях это будет работать. Какие еще обновления у нас тут с этим патчем? Еще убралось использование быстрого меню при помощи колесика, то есть мы теперь не можем крутой колесико поесть, попить. А, да. Надо открывать инвентарь, нажимать правую клавишу, допустим, на фляге и выбирать выпить флягу. И то же самое с едой и с использованием любой вещи из инвентаря. Да, поначалу это парит. Так что теперь как РПГ фактически. Ну, на мой взгляд, раньше удобнее было. Быстрые слоты. Но, в принципе, привыкли. Ну, да. Воду теперь из океана не набрать. Ну, это логично в океане, соленая вода. Да, теперь только. А, зато теперь можно воду из водокачек набрать, чего я очень долго ждал, так как много их встречал на своем пути, но не мог с них набрать воды. Так, ладно, мы что-то заговорились, а тем временем мы уже подобрались вплотную к этому замку. Да, тем временем. Тихо. У меня есть бинокль. Сзади стреляют. Сзади стреляют. Причем достаточно близко, я бы сказал. Вон оттуда, слышишь? Да. Да-да-да. Так, давай быстрее продвигаться к замку. Они где-то, наверное, метрах в трехстах от нас. Поэтому у нас еще пока есть время укрепиться там. Как вы поняли, я, по крайней мере, я уже не буду жалеть людей. Только если увижу, что он там уже при смерти, и ему можно помочь, тогда я, возможно, кому-то и помогу. А так я буду стрелять на поражение, если кого-то увижу. Не знаю, как Джек Шепард, у него, по-моему, еще все хорошо пока с человечностью. А я уже все. Павший человек. Так, блин, тут так... Ну, я думаю, что если... Увижу человека, который отбивается от зомби отчаянно, и... Сразу видно, что новичок, я думаю, что я помогу. Опять у меня зомби прыгают. Какого черта? Блин, меня больше всего печалит, что сзади кто-то есть. Я туда все время и смотрю, так что ты смотри, что впереди. Блин. Если я кого увижу, сразу буду стрелять. Да, стреляем на поражение. Давай что ли слева обойдем замок? Ты говори, если куда-то пошел, потому что я подумаю, что это враг. И пристрелю тебя сейчас. И ты, кстати, хреново прячешься. Нет, я сижу прямо рядом с тобой. Ты прямо на видном месте сидишь. Я сейчас за деревьями. Так, зомби тем временем потихоньку к нам идет. Пока что не палимся, не убиваем его. Чтобы нас не слышно было. Мало ли кто там ходит. Так, ты куда подевался вообще? Это ты, да. Фуф. Я тут сижу у елочки. Тут елочек. Сзади тебя. Сзади тебя. Подожди, зомби ко мне идет просто. Все, вижу. Вот я, видишь. Да, что-то у меня опять записи. Ну ладно, все-таки нормально уже. Блин, опасно. Этот зомби еще меня беспокоит. Давай помаленько продвигаться в ту сторону, откуда мы, собственно, и начинали обходить. Как раз заодно этого зомби, я думаю, обойдем. Давай. Так, все, я тебя прикрываю. Так, я тебя опять потерял. Ну, ты иди в мою сторону. Блин, мы с тобой сегодня уставшие. Ну, где мы до этого были? Откуда ты пришел туда? Вот, да-да-да, идешь правильно. Вижу, вижу. Сегодня у нас такая утомленная сеть. Мы здесь серьезно, часа два бегом просто. Уставшие, жара на улице. Дома жара. Да. Мозги кипят. В общем, уставаются. Да. Так, зомби один ходит. Я пока что одного зомби вижу. Так, чё, ко мне пойдешь? А, блин, что такое? Ты-то, ах. В общем, походу, у меня не будет записи, потому что что-то у меня, блин, я не знаю. То ли с игрой что-то, или чё. Короче, я тут тебе. Ну, смотри. Блин, письма такие вставшие, она сейчас свинтит, а это даже не будет записано у тебя, да? Да. Ну вот, попробуй еще разключить. Просто реально, фпс почему-то идут нормально, а потом база для десяти скидывается. Не знаю, зомби-то только прыгает, проходит. Так, за кустик. Так, зомби близко к нам. Я перебегаю к соседним кустикам. Давай. И там... Ты не слышал, он бежит к тебе. Валя, это не к добру. По-моему, надо внутрь идти. У меня кровь течет. Мне сейчас нужно разобраться... Заживайся, перевинтовись. Бинты, так, бинты, право кнопку мыши, перевязать себя вот так это теперь делается. Так, ладно. Блин, это, похоже, плохо скажется, то, что я так себя плохо веду сегодня. Не там еще одного зомби, я слышу. Да-да, отходим чуть-чуть. Надо теперь по-любому заходить внутрь и там обороняться. Теперь ты уже, да. Надеюсь, там никого нет. А то как молотого, зубов я вольнул. Так, там я кого-то слышу. Зомби прыгать. Прям в проходе стоит, прыгает. Ну, реально, он мне метр на три подпрыгивает. Так, ну что, пойдем чистить помаленьку, что ли? Помаленьку, что тут туалет есть. В туалете, главное, не закрывать дверь в туалете. Внутри ничего нет. Потому что сказали, ноги переломает. Так, ладно. Так, я слышу тут зомби, но я его не вижу. Он, похоже, наверху где-то, что ли? А вот он прыгает. Он прыгает прямо перед тобой, чувак. Да нет, вот никого. Прям над рюкзаком прыгает вверх-вниз. Нет, тут никого. В прошлый раз, ладно, окей, я увидел труп, у меня могли быть глюки, но сейчас я вижу его, вот как он прыгает. Ладно, раз нет, да пошли внутрь. Так, в этом рюкзаке ничего нет. А меня вот он увидел. Он умер. Он умер. Ты видишь, что это? Я вообще не понимаю, что происходит в этой серии. Ну ладно, мы, по крайней мере, заходим. Возможно, мы тут найдем что-то хорошее. Здесь вообще ничего нет. Я тут рядом с тобой сижу, не бей. Так. Ну да, почему-то в этот раз. Слева от нас показывают, что... Ой, как неспокойно-то мне. Да мне не то, что неспокойно, мне так апатично, потому что... Блин, у меня башка сегодня. Как кисель в голове. Вот, уважаемые зрители, на что мы ради вас идем. Упаханные после работы. Снимаем серии, чтобы вам потешить. Чтобы вам интересно было. Особенно если теперь, как мы планируем, будет по две серии в день, так что... Ну не знаю, посмотрим, как же. Да, ты слева пошел. Там на стене где-то еще, по-моему, один ходит. Здоровая, блин, крепость. Напоминает из-за Assassin's Creed'а. Да. Так, аккуратненько, не спеши. Сейчас это здание надо проверить. Я сейчас из-за угла посмотрю, что у нас тут есть. Угу. Ты помнишь. Так, вроде спокойно. Да, дает с тобой. Надо было внутрь заходить, я думаю. Тут еще понять бы, где внутрь. Чисто. Вроде бы чисто. Но тот чувак, я думаю, вон там лестница справа наверху. Да, я знаю. Для подъема. Там еще одна лестница есть. Я что-то не вижу тут прям таких мест, как вот в том, в зубе, где можно было зайти и натурально укрепиться, если что. Здесь все какое-то разрушенное. Тут тоже ничего нет. Ну вот по лестнице давай поднимемся наверх. Ну давай. Потому что там есть и осмотримся сверху. Вроде самое главное, что вроде бы спокойно все тут. Вот это, наверное, башню еще можно будет подняться. Так, у кого-то обрыв связи. Сервак опять не очень такой стабильный. Да, еще может из-за того, что пеньки, я не знаю. У меня с записью проблемы сейчас. Не знаю, как она вообще с другим связана. Тут пустые консервные банки. Ну все, мы уже не зря сюда ходили, собирай их, да. Тут зато патронов для кольта, похоже, что ли. Ты кольтом-то у нас не пользуешься же? А вот мне... Нет, у меня простой макарыч. А мне такие вещи очень пригодятся. Кстати... Так, а я лучше буду наверх смотреть. Да, потому что меня сверху убили. Короче, надо пользоваться кольтом. То есть тем... 911. Говорят, что он есть с глушителем тут. Да, говорят, что можно на него глушитель найти. Это, по-моему, круто. Нам бы одну пушку с глушаком, и все, можно было бы ходить по городам и зачищать. И, кстати, говорят, что ночью вообще очень легко зачищать города. Где-то... Что такое-то? Я дрова нашел. А, дрова, да, теперь... Нашел дрова. Теперь дрова нужно, чтобы костер сжигать. Короче говоря, нужно... Магазин для ЧАЗ и для СМИТАЛЛЕ. Все, у меня переместа больше нет. Да у нас у обоих уже достаточно битком все. Да. Короче, где-то на... Что, ну, будет тут какая-нибудь... На границе... Да нет тут никого. На границе города разводишь костер, все зомби сбегаются к нему, а ты в это время спокойно чистишь... Здесь вообще ничего нет. Ну, по крайней мере, я патроны себе взял. Тоже уже неплохо. Для меня, по крайней мере. Это ты внизу бежишь. Внизу игрок бежит. Выбегай ты с крепости. Выбежал, да, я видел. Выбежал с фото, через которое мы зашли. Я видел. Видел? В темном. Вон он снаружи теперь. А нет, снаружи него. Снаружи зомби. Я думаю, что он сейчас в эту комнатушку зашел. Да. Но мне кажется, что он сюда точно не пойдет. Так мне показалось, или там кто-то... Так как он уже на выход наметился. Там прыгун снаружи, я думал. Это игрок. А прям под нами прыгун, короче говоря, один. Так, ты уверен, что он сюда не пойдет? Может, он просто отступил от этого? Он вышел. Он шел в сторону вот этого захода. Зашел туда. Прыгун нас заметил. Просто... Блин, вот. Прыгун сейчас самое меньше наше забот. Короче... Он выходил вот так вот чик-чик-чик полз и внутрь залез. Он сейчас... Почему я все время сверху увижу каких-то игрок? Да тихо ты. Он сейчас может просто... Варки? Это он выкинул? Или это отреспавнилось? Варки. Или отреспавнилось, или он? Он просто мог увидеть вот этого прыгана, сказать, да ну нафиг, и пойти другой путь входа искать. Входов тут несколько, так что... Не расслабляйся, короче, внутри. Я... Ты че? Я знаешь, как я напряжен сейчас? Еще пигу. Ну какого хрена мы приходим в какое-то место, и появляется какой-то чувак, который может быть... Блин. Ах, опасен. Наушники у нас вроде неплохие. Если че, мы его по звуку услышим. Я же того в зубы услышал, когда он подходит. До того, как он забежал. Поэтому, собственно, у него и не было шансов. Так, ну че, спускаемся? Так, можно долго сидеть. У нас еще одна башня есть. Кстати, где она? Вот она. Но я че-то не уверен, что на нее можно подняться, потому что у нее наверху тут никакой лестницы я не вижу. На ней ничего нету. Так, ну отсюда мы сейчас пойдем к аэропорту, что ли? Так, внизу ползун побежал. Ползун побежал, и, видимо, за тем чуваком. И, нет, просто в угол сел. Там ползает. У меня справа показывает время от времени. Ну там куча чего-то накидано, что стало. Может, это с него все выпало? Может, где че-то есть? Блин, я палюсь. Ты видел, что было? Смотри, я хотел выйти, а тут такая палевная тень на этом. Ну, типа, подождать. Слышь, ты думаешь, сейчас я всех заперю, да, пока меня не видят. Слева, короче, показывает мне вот эту вот точку, или то ли слева, то ли сзади, что здесь кто-то есть. Надо потихоньку спускаться. Идешь? Пошли, пошли, пошли. Ты уже спустился? Я на втором этаже. Окей. Кстати говоря, теперь персонаж быстрее оголодать может, если вот это вот такое состояние паники. то у него гол появляется гораздо быстрее, то есть от притока адреналина. Пистолет только лежит, патронов нет. Да. Пистолет неплохой. Достаточно мощный. И достаточно тихий. Блин, вокруг нас куча зомби, это меня не радует. Да. Так, он вот тут где-то, за стеной. Да, он, я даже точку вижу на карте. Ага. Аккуратно. Ты застрял, по-моему, нет? Нет, не прошел. Он прям под нами. Пока что можно не волноваться. Он сюда медленно очень подниматься будет. Ой, он уже тут. Ага, ага. Так, все хорошо. Вроде никто не бежит больше пока. Я осматриваюсь, вроде нет. Не чист. Так, давай пойдем все-таки сходим сюда. Или сходим к той арке. Посмотрим, что у нас там. Не знаю. Давай сначала сюда сходим, а потом к арке. Не именно к арке. Ладно, давай. Кого-то убили. То есть человек там лежит? Нет, я чисто вижу в чате сообщение, что... Вон там еще один подъем. Мы там не были. Это на крепостную стену. На стеночку. Ой, опасно-то как. Да что опасного? Пока что все в порядке. Не ссыкуй. Все хорошо у нас. Да я не ссыкуй, блин. Я наоборот. Я как получаю от этого? Нет, просто... Мы сейчас в таком положении, что нам... Пусть нас боятся. Нам бояться тут некого. Вот эти вот даже если сейчас 20 зон прибегут, мы в легкую от них отобьемся. Там осторожно, прыгун. Вообще в легкую от них отобьемся. Или если один игрок встретится. А вот если уже с группой встретятся, то это может быть опасно. Так, здесь наверху у нас лежит стрела. Банк газировки. Ты по лесу не поднялся, да? Да. И что-то еще. Компас еще лежит. Нужен? А, у меня нет компаса. У тебя компас есть. А у тебя нет. У тебя есть GPS, ты говорил. Так, бинты еще одни. Бинтов у тебя много? У меня в принципе полно. Да, много. Так, и банк газировки. Банк газировки я тоже возьму, пожалуй. А тут ты фляжку еще пропустил с чем-то. Под лесенкой. Блин, самое главное сейчас не шваркнуть вот отсюда. Я не уверен, что я смогу дискратить. Да, магазином, точнее, тут 11. А, ты же с ним бегаешь, да? Но у меня, по-моему, там уже до упора забиты патроны, то есть кармашки для него предназначены специально. Это ты спускаешься? Да. Фу, блин, я слышу шаги, думай, класс. Ты что-то напряженный, как бы ты сегодня. Обычно я параноиком был, теперь ты. Так, пустая консервная банка, фляжка, пустая, 15 патронов. Магазин. Да, у меня там бинте, я лучше бинте оставлю, потому что 5 магазинов не хватит для него. Так, ну что, пойдем к арке? Пойдем. В остальном-то мы этот посмотрели уже полностью. Да. Или опасное место. Местное показали. Я думаю, что не только мы знаем, что тут ништяков полно лежит, поэтому, блин, давай-ка осторожнее быть. Мне нужно побольше паранойи нагнать на себя, а то что-то я как-то расслабленно сегодня бегаю. Так, тихонько. Это у нас все нормально, ты в тонусе сегодня, а я ничего не боюсь почему-то. У тебя такое же бывает из Dark Souls и Demon's Souls. Никого не боишься, потом получаешь вообще очень больно. Да, да. Но выживаешь. И извлекаешь из этого урока. Ну, то есть я не выживу. В принципе, я не думаю, что вот потери всего этого обмандирования будет большой такой уж трагедией, потому что я уже знаю места, где между сериями можно набрать еще таких же. Ну, то есть это, конечно, будет напряжено, но, допустим, за пару часиков я смогу собрать себе столько же. А вот машину бы найти мне не помешало. Тут вроде никого в проходе. Так, нам точно... Блин, я хочу посмотреть, что у нас там. Зомби за стеной меня услышал. Так, отступаем. К нам бежит зомби. Беги знаешь куда? Наверху там лестницы, где есть. На лестнице их отстреливать легко. Да, они уже бегут. О, еще зомби. Лестницы беги, лестницы. Без волнения, спокойно. Спокойно. Блин, я сам запутался. Я не туда пришел. Короче, этот... Если просто будешь бежать... Другой лестнице тогда уже. За мной беги, короче говоря, я знаю где лестница. Теперь уж точно знаю. Да я бегу. Так, беги, Форрест, беги. Все, поднимаемся на лестницу. Сейчас будем их наказывать. С тобой такая погоня прям. Так, бери. Тихо. А, блин, такой прицел встал на меня сейчас. Второй. Так, а я уже пока лучше осмотрюсь. Прыгун идет. Да, блин. Давай, честно лежать. Еще один сейчас будет. Так, я перезаряжаюсь. Ну, я успею. Хорошо. Ты в дерево стрелял. Я понимаю. У меня показывает, что тут дерева нет. Я задеваю за невидимые уголки. Ага. Так, ладно. В принципе, нормально. Блин. Короче, усказывается то, что мы уставшие. Вот в предыдущей серии, как мы играли, мы бы просто... Нас бы хрен кто заметил. Так, тут пустая фляжка есть. Если тебе нужна. Ну, ты, по-моему, точно такую же одну выкинул. Так, короче говоря, просто выходим и вон туда. У меня две. А в арку не пойдем? Там же вещи какие-то лежали. Ну ладно, профиг. Я посмотрел, там ничего хорошего нет. Я же сначала туда прибежал, а потом оттуда уже побежал к лестнице. Так, осторожно. Здесь, по-моему, зомби были, когда в последний раз мы смотрели. Так, и что, теперь мы пойдем к аэропорту. Сейчас в акустику дойдем, найдем, где посмотреться. И там уже посмотрим. Блин, еще бы GPS не выключалось. Представляете, когда карту смотришь, а там приходится его включать. Заново, что ли? Да. Странно. В принципе, не так уж и страшно, тогда нормально. Так, короче говоря, мы находимся сейчас на чертовом зоне. Замке. Нам нужно... Где у нас вот... Аэропорт у нас находится на западе и чуть-чуть на Севиш. Нормально. Короче, вот как-то вот в этом направлении пойдем. Ты где? Я сижу рядом с тобой в кусте. Ну ладно, пошли в эту сторону. Точнее, в елки. Фу, ну в принципе, я могу сказать, что в зубе у нас лута гораздо больше лежала, всякого вкусного. Но там... Там тут может еще отреспаться, потому что мы слышали выстрелы и, возможно, какие-то игроки здесь уже набрали лута и ушли. Вполне возможно, кстати. Он за несколько минут до нас. Потому что единственное, что мы нашли, в принципе, такого, это дрова, патроны для М-911. Ну, по крайней мере, показали локацию. Так, все, сейчас уходим в лес, и там уже спокойно можно двигаться дальше, пересечь дорогу, и там будут... Так, кстати говоря, ты можешь разжечь костер где-нибудь на ровной местности, в лесу? Вот тут вот, я думаю, место достаточно глухое, чтобы мы могли посидеть и отогреться. Ой, отогреться маленькой. Ну, да, нам бы, я думаю, чуть пониже еще отойти, ну, то есть подальше от этого гребаного замка. Да-да. Блин, я чуть-чуть не знаю, как-то будут ли палить. Будет ли дым какой-то? Ты где вообще находитесь? Не знаю. Я все расколусь, что я тебя вижу. Вот я. Блин, нам с тобой сегодня надо более с играми играть. И сейчас какая-нибудь встреча, потому что я не знаю, я уже сижу как литово овощ. Кстати, еще к тему о новых обновлениях, что новое появилось в игре. Теперь, если вы зажигаете флайер и кидаете его на землю, то зомби на него будут реагировать так же, как на фонарик. Раньше было вообще пофигу, есть там свет, нет. Ходит ли кто-то с фонариком, ну, прям рядом с ним. В них прям можно было светить, пока ты лежишь, и они бы ничего не сделали. Теперь они будут атаковать. Не знаю, мне что-то уже говорили, что и раньше так было. Ну, не знаю, тебе видно, я не пользовался. Так, ты опять отстал. Или у нас с пингами проблема? Потому что вроде ты шел в метре за мной. Спускался вниз. А, вон ты идешь, офигеть. Я тебя издалека со спины вижу. А, вот иди. У меня ощущение, что мы все-таки разошлись с тобой. Давай ты иди вперед, а я буду за тобой идти. Потому что что-то у нас не получается как-то. Я так понял, дрова-то будет у меня. Я так понял, темнеет у нас, да? Сколько времени-то, кстати? Времени 5. Ровно 5. У меня, кстати, пить персонаж хочет. Подожди, маленький, сидит около того дерева. Сейчас я к нему подбегу. Мой тоже хочет пить. И чё? Чё не пьешь? Так, и выпить. Сейчас, по-взерунке. Черт, и есть тоже хочет. А есть у меня не особо хочется. И был. Тороку убили. Все, я полностью подкрепился. Как он смачно чавкает. Так, примерно туда идем, короче говоря. Вот в этом направлении вектор движения. Ты маленько не в ту сторону. Не туда идешь. Стоп. Веди. Веди, веди. Ну, ты, блин, отстанешь от меня опять? И ищи тебя потом свищи. Все, я за тобой теперь. Фух, да, чё-то сегодня так. Ну, блин, люди просят серий. Люди просят серий. Люди просят серий. Так. В принципе, блин, где мы сейчас находимся? В принципе, идти-то вообще недалеко. Но мы дорогу еще не пресекли. Как мы подойдем туда уже, кблизи. Можно будет завершать. Посмотрим, чё там-то как будет. Возможно, мы прямо сейчас выйдем в какой-нибудь вышке. И можно там будет набрать. А чё нам может понадобиться? Ну, я бы сменил свою пушку на, скажем, на баррот. Или на пулемет. А там... Чё, ты шутник. То есть теперь, когда ты будешь стрелять на тысячи зомби с округи, будут сбегаться, да? Будем всех перебивать. Ты знаешь, когда у тебя пулемет, тебе пофигу. Хоть миллион пускай зомби сбегается. У тебя пулемет. Ну не, я в основном про баррот говорю. Не пулемет, у тебя будет бесконечными патронами. Ну, там в одной обойме 200 с чем-то патронов. Так что, как бы, пофигу, бесконечными, бесконечными. Баррот, я не знаю, в игре остался или нет. Просто я видел у одного игрока на видяшке. Ну, короче говоря, возможно, он у него остался еще до того, как патчи вышли. То есть оружие выпилили, спауна. Потому что в начале тут чего только не было. А потом, в основном все убрали. Так я кустику побежал. Сейчас мы, похоже, дорогу пересечем. Да, пошел. Иду. И еще насчет того, что когда мы с тобой нашли разбившийся вертолет, мы там ничего не нашли. Это, видимо, потому что в этом патче сейчас пофиксили такую штуку, что вещи, которые были рядом с этим вертолетом, очень быстро исчезали. Да, специальным пунктом подписали. И я плюс нашел там нехило адреналина, когда Артур стрелял. Ну, забыл. Это было неожиданно. Ну, прикольно. Василий Иванович, попугай, да? Попугал. Так. Справа домик. Слушай, это я кашляю? И даже не один. У тебя персонаж не кашлял еще? Да, персонаж потом еще... Нет. Типа, когда вот эта штука выбирается, то персонаж начинает кашлять. Это я читал. Так что, как бы... Так что я кашляю? Это печально. Угу. Так. Че это там за шумы поперли? Да, люди ходят. Так, мы тут... Блин, я запавился уже кашлять. Да, у тебя персонаж кашляет. Нам бы надо отдохнуть, да, и серию завершать. Что тебе всю серию завершил? Мы еще полчаса отыграли, в принципе. Я просто уже сижу, у меня глаза закрывают. Я вообще уже не понимаю, что у меня происходит сейчас. Давай тогда хотя бы на пригорок. Ой, опять запись. Давай. На пригорок поднимемся, посмотрим. Вот и тут. Ну, нам же вверх, ну... Иди. Так, ну ты не сиди. А ты-то че кашляешь? Иди вперед, я с тобой. Ну, я тут как бы в реальности кашляю, а не там. Блин, у меня персонаж, похоже, сейчас этот натурально заболеет. О, у меня вообще вся запись зависла. Офигенно. Так, ладно, тогда раз такие бока пошли, то все, пора прекратить эту серию. Следующий, как разберешься со своим проблемой... Сейчас я к тебе подбегу обратно. Как разберешься со своей проблемой, как маленько посвежее, мы пойдем, собственно, к этому аэропорту. Надеюсь, в том времени, как вы увидите эту серию, мы уже, то есть, туда сходим, потому что, а то у нас много людей хотят нас убить. Кстати говоря, от нашего имени в чатах многие пишут разные глупости, просят деньги, тому подобное, матерятся, очень много фейковых аккаунтов. Не ведитесь, я и Джек Шепард, мы в чате практически вообще никогда не общаемся, потому что, если записываем серию, то нам не до этого. Если не записываем серию, то мы практически не играем, не записывая серию. Поэтому, короче говоря, не ведитесь. Увидимся в понедельник. С вами были Артур и Джек Шепард. Попрощайся. Алло. Джек Шепард, похоже, все. Короче говоря, ладно. Увидимся. С вами был Артур и Джек Шепард. Пока-пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok